Снять ремни, сдать мобильные телефоны, сдать все лишние предметы и проходим через металлоискатель. И в то же время вас обнюхивает собаки. Я сама испытала стресс, когда была представителем от родительского комитета на ЕГЭ у своего младшего сына. Это был 2016 год. Здравствуйте! С вами я, психолог, системный семейный терапевт, гипнолог Эльвира Емельянчикова. И сегодняшняя тема нашей встречи – как подготовиться морально к сдаче ЕГЭ, как пережить вместе с ребенком стресс, как снять напряжение, которое испытывают школьники, готовясь к экзаменам. И сегодня у нас в гостях психолог, психотерапевт позитивной психологии Александра Прос, а также мама со своей дочкой, которые принесли нам этот запрос. Запрос был снят на видео, и мы решили пригласить их в студию для того, чтобы обсудить эту тему, которая наверняка будет интересна многим зрителям. Эльвира, хотелось бы узнать ваше мнение как психолога на следующую ситуацию. Моя дочь учится в девятом классе, и в этом году они сдают ОГЭ. Сейчас начались такие пробники, тестовые экзамены. После одного из такого теста приходит результат в 25 баллов. 25 баллов – это такая четверочка с минусом. Дочь рассчитывала на более высокий результат, он ее не устроил, она расстроилась. Я сказала, что, в принципе, еще все впереди, еще есть полгода, чтобы подготовиться, у нее, значит, все получится и будет нормально. Но тут учительница присылает голосовое сообщение, в котором она говорит, что это для нее очень-очень плохо, и она будет ее очень-очень сильно ругать, и что это все ужасно, никуда не годится. Пусть она придет на следующий день, и она, значит, ей задаст. Моя дочь расстроилась и вообще решила в школу не идти. Поэтому такой вопрос, как родителю правильно реагировать в этой ситуации, как помочь ребенку настроиться на экзамены, на положительный результат, и стоит ли вообще вмешиваться в отношения между учителем и ребенком. Спасибо. Итак, школьники готовятся сдать ОГЭ, а потом ЕГЭ, и, естественно, попадают в определенные стрессовые ситуации. На эту тему мы попросили записать видео экспертов, клинического психолога, детского психолога, позитивного психолога, а также психиатра и нарколога. Инга, ну вы как мама, расскажите, пожалуйста, что вас сейчас волнует, и как вы готовитесь к ЕГЭ, что испытывает ваш ребенок, как вы помогаете справиться с этой ситуацией? Что? Как вы на себе испытали? Ну, уже на себе испытали первые такие стрессы, первые ласточки. И к ЕГЭ дочь начала готовиться с начала года. К ОГЭ. К ОГЭ, да, это девятый класс. То есть мы взяли... Ну, репетиторы, и курсы по некоторым предметам тоже я прохожу. Вот, и готовлю самостоятельно, прорешиваю варианты и волнуюсь. Да, ребенок у меня достаточно ответственный, нацеленный на результат, но при этом, конечно, волнуется. И поэтому эта ситуация с реакцией учительницы на, казалось бы, четверку, она была для нас достаточно болезненна. Я учительнице позвонила все-таки, и мы с ней достаточно бодро поговорили. То есть она сказала, да ничего страшного, она сдала очень хорошо, но я бы хотела, чтобы она сдала получше. На что я ее попросила, что ребенок и так переживает, то есть ее стимулировать дополнительно не надо, потому что она сама себя очень плохо чувствует, сдав не на то, на что она рассчитывала. Ну, в принципе, и все. То есть логично предполагать, что учителя рассчитывают на более высокий балл, да? Наверное, тут их можно понять. Они стремятся улучшить показатели, и, опять же, это их заслуга, когда они занимаются с детьми. Или ваша дочка занималась все дополнительно по этому предмету? Дополнительно она как раз и занимается с этой учительницей. У нас там идет курс при школе, поэтому она посещает дополнительные занятия. Кто будет сдавать именно этот экзамен, они все равно так или иначе стараются заниматься дополнительно. Настя, а есть еще кто-то, кто также попал в такую ситуацию, что хотелось лучше сдать, но что-то пошло не так? Ну, многие мои одноклассники. У меня есть подруга, которая занимается дополнительной математикой, и сдала на низкий результат. И она очень переживает из-за своих оценок, потому что мама ее ругает. Ну, вот меня мама за оценки, например... Ну, вообще, ей главное, что она знает, что я учусь. А оценки, особенно вот школьные текущие, это очень субъективно. Как учитель решил, так и будет. Инга, какие вы ожидаете результаты? Что для вас будет успешным прохождением этого сложного периода? Ну, вот я вообще не считаю этот период сложным, потому что это не поступление куда-то. Нам просто надо перейти в следующий класс. В своем... Да. В этой очереди надо перейти. Мне не разделились. Да, а то я все время с ней учусь, я перехожу тоже в следующий класс. Поэтому я уже как человек бывалый, у меня старшая дочь закончила уже 12 лет назад, как мы проходили с ней все это. Поэтому я стараюсь не нагнетать обстановку. То есть нас результат интересует такой проходной просто. Поэтому этого достаточно. Мне главное, чтобы ребенок не расстраивался и не стрессовал. Потому что период у них непростой, у подростков я вижу это по своему ребенку, по детям своих подруг. То есть они какие-то ранимые, они такие тревожные. Я вообще хочу это все сгладить как можно больше. И поэтому, когда учитель начинает бодренько ее как бы подбагривать, как бодренько... Стимулировать. Стимулировать, да. Но я вижу по своему ребенку, что она и так достаточно амбициозная. И это ее как бы нервирует. Ее еще больше замотивировать, чем она есть. Наверное, нельзя уже. Ну вот так. Ну вот мое мнение, кажется, значение ОГЭ и ЕГЭ сейчас значительно преувеличивается. То есть его на самом деле можно этот стресс как-то избежать каким-то образом. То есть нивелировать отношение к этому. То есть не превозносить это во главу угла. Да, сдала ЕГЭ, да, сдала ОГЭ. Хорошо сдала, но отлично сдала, замечательно. То есть это же не конец жизни. То есть дальше продолжается жизнь. Естественно, нам хочется как родителям, чтобы дети более успешно его сдали. Но в случае того, если мы все-таки уже понимаем, ребенок сдал не на максимальный балл, как можно все-таки подбодрить? Что можно сказать? Я думаю, что как мама вы можете что-то сказать своему ребенку. Ну я думаю, тут большая все равно есть разница ОГЭ или ЕГЭ. Потому что ЕГЭ – это уже высшее образование. Я вообще-то поддерживаю ЕГЭ, потому что оно в моем понимании все равно уравнивает людей при поступлении. У меня есть, многие тоже дети поступали на бюджет. И идет вот эта гонка за эти бюджетные места, для которых нужен высокий результат. Поэтому дети готовятся, дети стараются. Но вот иногда прям стресс мешает им показать тот результат, на который они могли бы рассчитывать, если бы они были более устойчивы психически, психологически, да, наверное. Потому что они готовились, и они много сил в этом плане. Прилагали усилия. Прилагают много усилий. А вот мне интересно, есть ли понимание у современных школьников и родителей школьников, что не обязательно только поступить в университет на бюджет, что это не единственная такая дорожка, через которую можно пройти на бюджетное образование. Что есть, ну не знаю, там, второй год, когда можно пересдать, а этот год заняться чем-то интересным. Подготовиться. Поработать, посмотреть мир, попутешествовать, как это часто делают в Европе, школьники в Америке практикуют. Есть еще возможность поступить на первые курсы бесплатного, да, платного, например, образования, а потом перевестись на бесплатное, да. Можно вообще даже поменять специальность, дать разницу предметов. То есть вот это как будто система образования, они очень изолированы, что там, что в садике происходит, никто особо не знает, какая там внутри кухня, что в школе происходит, какая внутри кухня. И университетское образование, высшее, как будто бы тоже не очень открыто. Вот этот процесс, какие там есть возможности, какие есть там перспективы, да. Говорят ли об этом в школе, вот тоже интересно, или как ты это самим изучаешь? В школе я мало присутствую, что там говорят. Это вот детям говорят, и достаточно их так сурово готовят к этим экзаменам. Их, так можно сказать, стращают. Я, как мама девочек, сказала им, вам в армию не идти, ничего страшного, первый год не поступите. Не выгоню вас. Да, не будете готовиться дальше. Как бы априори уже такая позиция. Ну, все бывает. Я знаю, у меня дети подруг, опять же, которые поступают на бюджет, на ту специальность, которую им говорят родители, потому что они еще не в состоянии определиться. Да, потом они учатся два года, и потом они решают бросить. Кстати, сейчас вот где-то, ну, человек пять-шесть знакомых говорят, ну, наши дети не доучились. И они уже тоже не могут пойти на бюджет, потому что они поступили на бюджет уже на ту профессию, которая, в принципе... То есть второй раз наше государство на бюджет тебе не позволяет поступить. То есть только первый есть момент. Я тоже это знаю. Это, к сожалению, ну, такая тенденция нашего времени очень многие бросают университету, потому что выбрали не ту профессию, либо их направили не туда, либо такой был неосознанный выбор. Ну, это тоже тогда большой стресс, когда нужно в столь юном возрасте решить, чем ты будешь заниматься всю жизнь. Это же вообще почти невозможная задача. Очень редко, когда совпадает, вот если даже спросить, кто получил первое образование, и оно вот все на всю жизнь оказалось полезным. Мне кажется, мало таких людей. Мне кажется, вообще там... Это скорее сейчас исключение, чем правила. Поэтому... Очень часто бывает, что первое образование помогает получить второе образование. На базе первого высшего образования я сама так поступала, закончила технологический университет, на базе его поступила уже в наш Кубанский государственный университет и училась на психологии, только потому, что у меня было базовое высшее образование. И не всегда ребенок в 17 лет может определиться с будущей профессией. Тогда получается, задача такая высшего образования, научиться учиться снова, да? То есть, как в школе, главное, это какой-то уровень эрудированности, возможность пообщаться, завести новые знакомства, познать какие-то основные предметы. И тогда, может быть, и не стоит так много туда делать такую ставку на вот это первое образование, чтобы оно прям было точно на всю жизнь. Возможно. Возможно. Не знаю. Ну, давайте вернемся к этой непосредственно стрессовой ситуации. Ребенок сдавал, ученик сдавал ОГЭ, предварительный экзамен. Что-то не получилось, что-то пошло не так, не на высший балл, на средний балл или даже ниже среднего. Приходит домой, стресс, учительница ругает, в школу не пойду. Как мы будем справляться, как мы поможем нашим школьникам справиться и родителям с этим стрессом? Что по этому поводу говорит позитивная психотерапия, Александра? Ну, честно говоря, конечно, помочь, и мне кажется, любая психология и здравый смысл скажут про то, что нужно посочувствовать тому человеку, который пришел в этих разобранных и расстроенных чувствах. И я не знаю, сейчас Настя, может, скажет, не, не, не надо, вы не туда пошли, но мне кажется, очень важно услышать того другого человека и просто с ним быть рядом. Ну, как, мне кажется, Инга и сделала, как могла, как мама, сказав о том, что там не сдашь, в армию не выгоним, там ничего такого не случится страшного. Единственное, есть там такой момент, что, конечно, не сработает история с тем, что у тебя стресс, но ты не стрессуй, у тебя волнение, но ты не волнуйся, тебе страшно, но ты не бойся. Перетерпи как будто. Да, да, к сожалению, это будет... Разделить какую-то ответственность, разделить эту боль, горевание. Да, 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 потому что безобидная фраза «не волнуйся» или там «не переживай», она как будто обесценивает чувства, то есть таким образом мы говорим о том, что ты сейчас чувствуешь что-то неподходящее, а есть какое-то подходящее чувство. И очень важно и в общении там с близкими, и с друзьями, и с детьми быть вот в этом контакте и даже если это эмоция зашкаливающая, даже если это там, не знаю, приступ панической атаки, его тоже нормализовывать, говорить о том, что это тоже нормально, то есть то, что ты чувствуешь, это абсолютно нормально. И то, что для тебя это сейчас важно и ценно, говорит о том, что ты такой ответственный человек, что тебе это важно, что ты стремишься, у тебя есть ожидания от себя, и это абсолютно нормально. Вот тут, мне кажется, это очень важный такой момент. Что делать, если ребенок манипулирует? Мы не говорим сейчас про конкретные случаи. Вообще, в целом, ребенок манипулирует, говорит, я не пойду в школу, не буду сдавать ЕГЭ. О чем это говорит? О недоверии в семье, о том, что какие-то завышенные требования или ожидания, что происходит. Можно ли вот на интуитивном уровне прочувствовать эту манипуляцию? Да, и вообще понять, он манипулирует, или вот он дуракаляет, или его действительно плохо, потому что у меня тоже есть противоположные примеры там в семьях подруг, когда дети, ну они, вот он просто не хочет ходить в школу, просто ленится, просто ленится, ну вот не хочет, не заинтересован, как понять, где надавить, когда заставить действительно ходить в школу, или надо ли заставлять ходить в школу. Я вот уже тоже путаюсь, кому что советовать. Да, мне кажется, это так и есть, что есть из-за того, что такое высокое напряжение в образовании, и что в целом такая плотность уроков, мне кажется, сейчас сколько у вас, шесть дней в неделю, по шесть уроков, наверное же, сейчас не меньше, а это уже такая серьезная, трудовая, рабочая неделя для взрослого человека, для взрослой психики. Вы тут правы, сейчас я вот когда говорила с учительницей, я и говорю, вы знаете, она готовится, она вот, она говорит, да я понимаю, она всегда так отлично отвечает, и причем она, Настю видит с другой стороны, она Настю видит как достаточно такую активную, она говорит, она с вами поспорит, и свое слово вставит, свои копеечки. Да, то есть я там вижу своего ребенка тоже по-другому, и я говорю, вы понимаете, вот если взять вечер, или даже не вечер, вот она пришла со школы, и у нее там бывает иногда 40 примеров по геометрии, потом два параграфа истории, потом четыре главы мертвых душ, еще по-английскому давайте нам какое-то эссе написать, еще немецкие тоже 30 слов, туда же до кучи, это еще нету химии и физики, а еще есть ОБЖ, где надо написать что-то там про экскалацию, или что-то тоже там. Ну очень сложно, на перегрузку какой-то. Большой перегруз, я говорю. Ну и к экзаменам когда готовятся. И на географии, пожалуйста, отметьте все автономии России, тоже зачем-то. На контурной карте, и раскрасьте. Да. Слушай, это даже перечислять долго, утомительно, не то что делать. А это только на один день. Это только на один день, поэтому, если это все делать, ну действительно, большая нагрузка идет, и для меня вот не нужно. Я некоторые предметы, говорю, нам они не нужны, давайте не заморачиваться, все равно не будет золотой медали, поэтому какая разница, что там будет 4-5 или даже 3. Этот аттестат вообще никто не увидит. Ну главный результат... Может быть я тоже, как родитель, уже тоже перегибаю, но вот у меня такая позиция. Мне главное, чтобы ребенок действительно не стрессовал. Ну мне кажется, это тоже же опять крайность получается, что либо все зубри, все на 5, только золотой аттестат, либо, ну все, брось и делай там 3 предмета. Ну я так рассчитаю, да, я вот такая, я сказала, будет 3 предмета, под ним ты должна быть... Уже в классе. Да, и тоже должна быть, тоже, наверное, это неправильная установка, хорошо бы тебе быть, делать то, что у тебя получается, или то, что нравится, но вот, да, я вот уже спустила тормоза и говорю, я спустила на тормозах и говорю, эти предметы нам не нужны, учи теперь вот эти предметы. Еще такой вопрос, Анастасия, сколько раз можно пересдать ОГЭ, если неудачная сдача произошла? Ну, как нам сказали, до 18 лет, а потом Маша со справочкой из школы. Это страшно? Ну, для меня нет, потому что я уверена, что я сдам ОГЭ. Ну, просто сама фраза пугает, да, как-то так, угрожающе звучит. Ну, есть действительно такие ученики, которые, ну, не учатся, я бы на их месте еще раньше ушла из школы, чем ждать, если они уже со второго раза не сдали ОГЭ. Ну, это не такой экзамен, которому невозможно подготовиться. Ну, так звучит очень резко, да, что тебя выгоняют из школы, и как будто бы тебе даже из жизни вычеркивают, что такое отвержение, если ты не успешен в образовании, то как будто, ну, действительно у тебя нет возможности в этой жизни реализоваться. Хотя, я не пытаюсь преуменьшить значимость образования, это правда очень важно и ценно, но, наверное, сама такая постановка вопроса тоже очень затрагивает. Неприятное само звучание, справка из школы, нет социализации, не нужен для общества, да, может быть, так воспринято. Ну, хорошо, спасибо большое, мы сейчас сделаем паузу и дадим возможность высказаться нашему следующему эксперту, это частно практикующий клинический психолог, педагог, консультант, консультант в методе «Позитивная транскультуральная психотерапия» Владимиру Леонидовичу Перебейносову. Здравствуйте, уважаемые коллеги, спасибо за такие интересные и важные вопросы. Меня зовут Перебносов Владимир, я клинический психолог, педагог и консультант в методе «Позитивная транскультуральная психотерапия». Для того, чтобы ответить на этот вопрос развернуто, нужно понимание тех соемосвязей, которые формируются у человека, в нашем случае у подростка, при взаимодействии с социумом. Во-первых, стоит сказать о том, что ЕГЭ – это система оценки. Любая оценка, идея об оценке уже давит на человека. И здесь я бы разделил сам факт оценки на две части. Первая – это оценка знаний, умений и навыков. И вторая – это оценка личности человека. Первое – оценивать можно, это нормально, но если оценивается личность на основании оценки знаний, например, как часто транслируется при ЕГЭ, это уже не очень хорошая история. Какими фразами это может проявляться в жизни? Например, «Если не сдашь ЕГЭ, дворником пойдешь работать» или «Смотри на дядю Васю», «вот таким же алкоголем хочешь стать». Хотя дядя Вася спился, может быть, вообще не из-за того, что учился на тройке, им ЕГЭ в то время вообще не было. Это не обязательно, ведь от родителей произносится. Это скорее идея, которая может в целом транслироваться в обществе и как раз-таки накладывать свой отпечаток на то, что происходит с ребенком. И смотрите, сам факт огромного акцента на ЕГЭ уже делает это событие таким достаточно невротическим. Потому что и может быть даже травматичным. Если мы на чем-то делаем очень большой акцент, то, соответственно, в этой сфере происходит очень много напряжений. И уже этот факт, уже это событие, уже эта сфера жизни становится не свободной, в которую мы хотим себя направлять, а скорее очень опасной и пугающей. И делая на этом акцент, акцент мы можем упускать из его внимания личность ребенка, который тоже что-то об этом думает, не знаю, как-то это переживает, что-то происходит внутри него и так далее. Важно скорее, не давить, учи и сдавай, а поисследовать ребенка. От чего он так сильно волнуется, какой распорядок дня ему лучше подходит для того, чтобы учить, чем он на самом деле хочет заниматься и к чему стремиться, как в этом случае может помочь ЕГЭ именно. Чтобы ребенок сам понимал взаимосвязь, сдачи экзаменов и будущей жизни, и есть ли она вообще в его случае. Что сейчас важно в жизни помимо ЕГЭ, откуда ребенок может брать подросток, брать сил, удовлетворение и так далее. Но мне кажется, самое важное, это давать любовь и безопасность ребенку вне зависимости факта сдачи его экзаменов. Зачастую здесь у родителей и учителей такое представление, ну как же мы будем его любить и принимать, он же тогда вообще, не знаю, там на диван ляжет, расслабится и ничего не будет делать. Это не совсем так работает. Скорее, это возможно, если была длительная фаза напряжения, после которой естественным образом нужна какая-то определенная фаза расслабления. Но здесь мы можем говорить о внешней и внутренней мотивации. И как раз таки, если давать возможность пространству ребенку, с ним разговаривать, давать любовь, глубже его понимать, то постепенно переходит ребенок, подросток к внутренней мотивации. Внешняя мотивация это обусловленная кем-то или чем-то, каким-то определенными внешними факторами, чаще всего обусловленная, конечно же, внешним контролем. И она не приводит к пониманию того, зачем именно мне это нужно. И внутренняя мотивация. А внутренняя мотивация, она как раз таки про исходящую из самого человека. Она, конечно же, покрепче. И здесь очень важно доверие и понимание, что стремление к развитию, к познанию, к самореализации у нас вложено внутри. изначально, если посмотреть на ребенка, то если ему давать ему пространство, доверие и безопасность, то он начинает постепенно познавать этот мир, пытаться в чем-то развиваться, в общем, что-то в нем делать. И то же самое у взрослых людей, просто скорее по мере нашего развития, социальной адаптации, воспитания, мы эту способность можем немножко в себе заглушать. Или она заглушается чем-то другим. Поэтому скорее любовь и контакт с человеком, и попытка его познать, то есть когда мы познаем другого человека, когда в нашем случае там подростка, как раз таки это является движущим механизмом появления внутренней мотивации, развития, достижений, появления стремлений куда-либо и так далее. Я даже дальше скажу, наверное, про теорию стресса, то есть о том, почему именно возникает сложность при сдаче ЕГЭ, если, например, даже ребенок достаточно сильно старается. Гансельесовая теория стресса подразделяла стрессовое напряжение на два типа. Это эустресс и дистресс. По-другому это полезный стресс, и вредный стресс, если это простыми словами. Эустресс – это достаточно полезный стресс, который мобилизует, укрепляет организм. Нам всем, нашему телу, нашей психике, нам, людям, да, периодически важно, важно какое-то количество стресса, которое мы способны выдержать, мобилизоваться, преодолеть это, укреплять нашу нервную систему, наше здоровье, наш иммунитет и так далее. И дистресс – это когда напряжения настолько много, что оно начинает вредить. И в случае с ЕГЭ, конечно же, это вредит когнитивной способности. То есть, когда есть вот это стресс, напряжение, когда ты чувствуешь, что это событие очень и очень важное, настолько важное, что от этого как будто бы зависит вся твоя жизнь, то, конечно, это снижает когнитивные способности. Но скорее это либо может мобилизовать, но если напряжение слишком сильно для нервной системы подростка, если он скорее обладает очень чувствительным типом, если его нервная система не очень готова к этим нагрузкам, то скорее эти нагрузки могут снизить когнитивные способности. Да, какие именно? Концентрация внимания, работу памяти, пространство для мышления, воображение и тому подобные способности, которые важны при сдаче экзаменов. Потому что скорее в этот момент напряжения включается тоннельное зрение из-за страха, когда все, ребенку кажется, если я сейчас не сдам, то скорее жизнь под забором, работа всю жизнь тем, кем я не хочу и тому подобные вещи. Как будто все после ЕГЭ, после неуспешной сдачи ЕГЭ в жизни светлого больше ничего нет. Конечно, скорее там не мобилизует некоторых, накладывает там больше стресс. Я помню, когда я там заканчивал, школу как раз примерно в это время ввели ЕГЭ, может быть она существовала там пару лет, либо вот было введено непосредственно, я точно не помню. И здесь я помню вот это вот напряжение, в отличие от каких-то простых школьных экзаменов или тестов. Ты приходишь туда, там камеры, там металлоискатель, там куча какой-то охраны, там какие-то жесткие требования. И вот это какое-то напряжение, ты вообще не понимаешь, а где тут пространство для тебя. Да, ну в общем, конечно же, для тебя, для твоих знаний, для твоих умений, для твоих навыков. И конечно же, это больше, ну такая там давящая система, нежели дающая пространство для проявления способностей. И я понимаю, что скорее здесь родители и учителя тоже сильно переживают за ребенка и тревожатся. Здесь множество факторов. Школьные стелы давят на учителей, чтобы там в среднем балл по больнице был выше. Чтобы ребенок достиг своего потенциала, чтобы оправдал ожидания родителей. В общем, такие вещи, которых мы забываем спросить у подростка, насколько он устал, что он сам по этому думает, как он во всем этом всегда чувствует, и тому подобные вещи. Поэтому где нам вместе поискать время и силы на то, чтобы попробовать справиться с этим вместе, чего он хочет и так далее. Также, если вдруг подросток не хочет учиться, важно посмотреть, с чего это началось. То есть может быть в жизни, например, там в семейной ситуации, в школьной, в обществе были какие-то факторы, которые повлияли на его дальнейшую, в смысле, которые оставили некие переживания внутри, которые не были прожиты. А после чего, да, там человек может уйти в себя, уйти, может быть, там подросток, да, в компьютерные игры, перестать стремиться к развитию и так далее. Например, я встречаю, как после развода родителей, зачастую там в фундаменте внутреннего ощущения, внутреннего мира формируется трещинка, которая зачастую так и остается. И, в общем, множество чувств, чувства обиды, потери безопасности, потери доверия могут, конечно же, мешать проявлению способности к познанию. И эта ранка еще не была прожитой и залечена. Вторая часть вопроса о том, что, ну там, я немножко хочу сказать про школу побольше. О том, что очень важно, если мы видим какие-то сложности, да, там у подростка, да, если как родители видим сложности у ребенка в сдаче экзаменов, в общем-то, в этих разных аспектах школьных, да, связанных с ЕГЭ, важно попробовать установить контакт с учителем. Потому что мне, например, рассказывают о том, что, например, или, да, еще немножко дополню, если мы видим какие-то индивидуальные особенности ребенка, но видим, что учитель, например, педагог не очень этого понимает, но мы как родители знаем лучше, то очень важно попробовать установить контакт с учителем и посмотреть в одну сторону, как мы можем здесь помочь подростку. Потому что, что я вижу, например, там мне рассказывают, что у учителей может быть там два классных руководства, в общем, там плюс по 4, 5, 6 уроков здесь с разными детьми, где в классах по 30 человек. Я, конечно, о некотором индивидуальном подходе здесь сложно говорить. Я, скорее, восхищаюсь педагогами, которые могут это сохранять, но я понимаю, насколько это сложно. И важно, ну и, конечно же, педагог не может заметить, подметить, увидеть всех тех особенностей, которые проявляет подросток, ну, в общем, его каких-то, его индивидуального устройства, да, там каких-то отдельно взятых переживаний. И важно, чтобы где-то родитель помог учителю, то есть они посмотрели на ситуацию вместе. Родитель попробовал объяснить, да, например, что когда, не знаю, там со школы мой, там, ребенок часто приходит замкнутый, не хочет заниматься. Он там говорит о том, что есть некие там элементы сравнения, может быть, там его там в школе часто ругают, и я смотрю, что ему от этого только сложнее. Но когда мы садимся с ним рядом, объясняем вежливо с ним, разговариваем, да, он у нас достаточно чувствительный, то он туда идет, ему становится полегче. И важно рассказывать учителю о тех событиях, которые, может быть, происходят в жизни, для того, чтобы педагог случайно не надавил на это. И смотреть на решение проблемы в одну сторону, да, там, и иметь такие общие глаза, общий взгляд на эту проблему. Я думаю, что семье и учителю, и подростку может быть, конечно, важной помощь психолога в том, что происходит. Для того, чтобы поглубже разобраться, для того, чтобы поглубже понять, да, там, те причинно-следственные связи, которые привели к тем трудностям, которые есть в настоящем моменте, немножко заглянуть в будущее, пробовать понять, что делать дальше. Я немножко подведу резюме того, что я сказал. Первое, если оценивать, то скорее там правильность выполненных заданий, знания, навыки, но не личность ребенка. Да, например, да, ты написал контрольную на двойку, ты ошибся, это, в общем-то, не очень правильно. И в этом вопросе, вот конкретно, да, например, ты допустил ошибку, но ничего, пойдем поужинаем, потом ты сядешь, там, попробуешь переделать, ты обязательно справишься, если что, зови на помощь, мы попробуем там вместе это решить. Ну, в общем, такими примерными словами. Второе, не делать фокуса на ЕГЭ, как на чем, но чрезвычайно важно. Третье, исследовать и познавать человека, исследовать и познавать подростка. Чего он боится, как он себя чувствует, а может быть делиться каким-то собственным опытом преодоления, если это уместно, да, в данном случае. Исследовать индивидуальные особенности, как он лучше учит, от чего ему становится сложно, какое время суток ему лучше, не знаю, там, учить, в какие дни и тому подобные вещи. Что ему приносит силы, что дает дополнительной мотивации и так далее. Следующее, устанавливать контакт с педагогом и подростком, да, если мы говорим сейчас, подращаемся к вам, как к родителям. Вместе смотреть в одну сторону, как сказал один из преподавателей в одно, в свое время, работая, например, с супружеской парой, не соглашайтесь, если у супругов разные цели, вы ни к чему не придете. То же самое и здесь. Важно, чтобы и у подростка, и у родителей, и у педагога были общие цели, к которыми мы стремимся. Тогда создается пространство для того, чтобы поглубже понять, посмотреть с разных сторон. Это общность целей формирует некую целостную картину того, что происходит, понимание ресурсов, ограничений и так далее. В этом больше возможностей. Следующее, получается, у нас пятое. Стресс и напряжение полезны только в определенном масштабе. И важно смотреть, чтобы этот масштаб не переходил за возможности нервной системы подростка. Иначе это вредит когнитивным способностям, здоровью человека. И важно учиться снижать излишнее напряжение теми способами, которыми это доступно. Шестое, работать над собой, как родители и педагога. Смотреть, а может быть то, чего я боюсь, на самом деле неприменимо к данной объективной ситуации. Я пытаюсь переложить свой негативный опыт, свои тревоги и страхи на ту ситуацию, на настоящее время, когда это уже не подходит и это не является объективным. И последнее, можно, а иногда и очень нужно, обращаться за помощью к профессионалу. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Надеюсь, я ответил достаточно подробно, в тот же самый момент емко и понятно, доступно. Спасибо за внимание и надеюсь, что у вас обязательно все получится.